Девушки отдыхают В итоге мы с вами получили слишком затянутое, сплетенное и с противоречи, но все же нацеленное на самое важное — сохранение здоровья спортсменов решения, согласно которому регулярный чемпионат был завершен досрочно. Команды распределили по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Путем этих алхимических манипуляций трактор, уходящий на ковидную паузу первым, лишился лидирующей позиции, уступив место своим географическим соседям и соседям по турнирной таблице магнитогорскому металлургу. Движение клуба вверх-вниз в данной ситуации по большому счету ничего не решает. Обидно за спортивный принцип, а точнее за его отсутствие. Все, что было нажито непосильным трудом за время гладкого чемпионата, пропало. Лига озвучила свою позицию, на это эмоционально реагировали болельщики. В качестве пролога разбираемся в ситуации с обозримым будущим 14 сезона. Решение лиги о том, будет ли продолжен регулярный чемпионат, болельщики хоккейного региона ожидали с особым трепетом. Впервые в истории две команды Челябинской области на финишной прямой готовы были выявить сильнейшего. Увы, но интриги не получилось. На следующий день после старта Олимпийских игр в Пекине, КХЛ официально объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата, вызвав тем самым шквал критики болельщиков, нервы которых и без того натянуты как струна. Лишиться самой настоящей отдушины от будничных забот в столь непростое время – это без преувеличения серьезный удар. Реакция публики понятна, народ требует зрелищ. Потребитель продукта, который платит, приобретая в том числе сезонные абонементы, рассчитывает как минимум получить то, что ему причитается. Бог на трибуне, он же зритель, иной раз может и не простить. Любители хоккея в нашей стране проводят резонный пример почти образцово-показательной структуре национальной хоккейной лиги, где точно так же свирепствует вирус и болеют игроки. Однако заокеанская модель, в том числе более мягких ковид-протоколов и уменьшенных сроков карантина, позволяет не сбавлять темп, практически не нарушая график чемпионата. Вероятно, все могло быть иначе, если бы не Олимпиада, где интересы сборной по умолчанию ставятся во главу угла. Что до КХЛ, то лига выбрала вариант распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Из нескольких различных вариаций определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф, которые стояли на повестке, по словам президента Алексея Морозова, был выбран самый объективный. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами, говорится в обращении. По итогам вышеуказанного эталона справедливости, трактор, идущий первый на момент приостановки чемпионата, потерял лидерство, опустившись на вторую строчку. И здесь не нужно придавать значение отмененному технарю Салаватам Юлаевым. В любом случае черно-белые уступали металлургу по количеству побед. По понятной причине много вопросов у тех, кто не попал в восьмерку в принципе. Например, денежный автомобилист, оставшийся за кормой праздника хоккея. Теоретически, екатеринбургцы в случае доигровки могли вполне себе добрать необходимые очки с учетом запаса матчей. Сейчас же об этом рассуждать бессмысленно, сезон для них завершен. Другой спорный случай или кабинетные решения, как его уже успели окрестить, рывок на строчку вверх все того же Салавата. Отмененный технарь позволил им обойти Акбарс и заполучить соперники Сибирь. А казанцы в первом круге попали на действующего чемпиона Авангард. И такое бывает. Рокировка же челябинцев с магнитогорцами по сути ничего не решает. Кубок континента разыгран не будет. Здесь больше удар по самолюбию спортсменов, которые пахали весь сезон и рассчитывали получить отдачу. И если не видит трофея, до которого было рукой подать, то хотя бы видит чувство выполненной работы, которая не была отправлена в утиль вместе с личными показателями. Чему быть, того не миновать. И сейчас мы рассчитываем на сохранение целостности плей-офф по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матча проходит через день, а в день проходит не более четырех поединков, по два в каждой конференции. Именно на этом делал акцент «Трактор», выступая против различных альтернативных вариаций от серии до трех побед до спаренных матчей. Итак, официальная дата старта плей-офф – 1 марта. Дата начала матча на вылет определена. Но самое удивительное, что КХЛ, официально назвав сроки старта плей-офф, до сих пор не объявила состав участников. Вы легко можете это проверить, зайдя на сайт Лиги, а также на клубный ресурс команд из ТОП-16, где не увидите ни единого анонса о предстоящих соперниках по первому раунду. Понятное дело, это вопрос времени. Мелочь, но все же, как известно, мелочи создают совершенство, а совершенство – не мелочь. Если исходить из процента набранных очков от максимально возможного количества, о чем нас уведомила Лига, то пары будут выглядеть следующим образом. На западе – СКА «Динамо» Минск, Йокеритт «Спартак», ЦСКА «Локомотив», «Динамо Москва», «Северсталь». На востоке – «Металлург» Барыз, «Агварс Авангард», «Салават Юлаев Сибирь», «Трактор Нефтехимик». В сопернике черно-белым достался неуступчивый клуб из Дежникамска, который в двух из трех проведенных матчах регулярки брал верх над челябинцами. Нефтехимик – подарок судьбы или серьезные испытания? Разбираем и анализируем соперника. Нефтехимик провел сезон почти без сбоев, что позволило ему на экваторе регулярного чемпионата оказать серьезные притязания на попадание в восьмерку. Победы над прямыми конкурентами в борьбе за плей-офф еще больше повысили их шансы, а итоговое решение принятой Лиге расставило все точки над «и», застолбив за клубов с берегов Камы седьмое место. Крепкий середняк, способный преподнести сюрпризы, отоварить лидеров – все это про нижниканцев, а если добавить к этому присущий им боевой дух, то на выходе мы получим самую настоящую гремучую смесь, способную добавить массу проблем соперников в матчах на вылет. Танги не всегда срабатывают техника и тактика, стабильно выполняя в своей функции характер. Этого у представителей Татарстана не отнять. Биться и бороться, класть на алтарь победы – все, и даже больше. Философия грядущего соперника черно-белых. Но далеко не только прагматичным хоккеем славится нефтехимик, где морально-волевые качества выходят на первый план. С приходом нового главного тренера Олега Леонтьева игра, которую демонстрируют нижниканцы, стала более заточенной на атаку. Креатив в атакующих действиях, поставленный Леонтьевым, был рассчитан на то, чтобы превратить унылый хоккей-нефтехимика в тот, который нравится зрителям – техничный, быстрый и, конечно же, забивной. На примере текущего сезона можно сказать точно – это им удалось. Статистика подкрепляется цифрами. В среднем клуб забрасывал две с половиной шайбы за матч. За неполный сезон нижниканцы настреляли почти столько же, сколько за полноценную регулярку прошлого сезона. Но есть и обратная сторона медали. Много забивая, нефтехимик также много пропускает. Это самая пропускающая команда из топ-8 «Востока» и вторая по количеству пропущенных шайб в топ-16 в двух конференциях. Отчасти к таким неутешительным показателям привели проблемы с фратарской линией. Франц Тухима, на которого делали ставку перед началом сезона, наделив полномочиями ярко выраженного первого номера, со своей задачей не справился. Девять поражений подряд в октябре-ноябре заставили тренерский штаб принимать меры. Таким образом, из вышки был вызван хорошо знакомый челябинской публике Александр Судницин. После чего воротарская линия заиграла новыми красками. А Судни, затащив несколько принципиальных матчей, в том числе дерби против Ахбарса, выиграл конкуренцию у финского «Стража ворот». И именно Судницину принадлежат две победы в матчах против «Трактора», за которые он так и не сыграл ни одного матча в прошлом сезоне, будучи третьим воротарем. Наверняка этот факт будет дополнительно мотивировать Александра в предстоящей серии. Что касается полевых игроков, то здесь сложно выделить одного или нескольких хоккеистов, кто выделялся бы на фоне остальных. Нефтехимик — это прежде всего баланс. Нет ярких звезд, но есть качественные трудяги, кто хорошо выполняет свою работу. В этой связи отметим капитана нижнеканцев Марата Хайрулина, который является лучшим бомбардиром команды, долгое время держался в топ-10 бомбардиров лиги, вызывался по ходу сезона в сборную. Хайрулин отлично читает игру, у него прекрасные физические данные, он молод и всегда нацелен на ворота. Неувидающий американский форвард Дэн Сэкстон чаще остальных одноклубников отличается в большинстве. Вообще игра в неравных составах у нижнеканцев по статистике на несколько позиций превосходит показатели трактора. Это немаловажный аспект, особенно в матчах на вылет, когда во многом определяющей является игра спецбригад большинства-меньшинства. Чешские защитники Лукаш Клок и Рональд Кнот органично вписали в состав. Это первый и второй в списке бомбардиров-защитников команды. Оба были вызваны в состав сборной Чехии на Олимпийские игры. Нефтехимик быстр и напорист. По словам наставника, для них не существует команд, которые невозможно обыграть. Биться до конца – идеология клуба. Ну что, уважаемые затаки, какие мысли насчет перспектив в первом круге плей-офф? Все ли так безоблачно или же нет? Нам интересно ваше мнение. Делитесь им, рассуждайте, дискутируйте с такими же любителями хоккея на страницах наших соцсетей. Откровенно и без купюр в формате 24 на 7. Закладка спортивного фундамента в зимний период для такого вида спорта, как хоккей-шайбы – штука по определению экзотическая. В нашем случае вполне объяснимая. Олимпийский сезон плюс ковидные паузы – все это наложило свой отпечаток. И для того, чтобы спортсменам вновь обрести отличные физические кондиции, необходимо усиленно тренироваться. Улыбаемся и пашем. Именно под таким девизом проходит подготовительный процесс трактора. Мы заглянули за кулисы подготовки черно-белых, понаблюдав, как готовятся наши ребят. В первых числах февраля игроки трактора вернулись в расположение команды и приступили к тренировкам. Микроцикл первой недели подразумевал втягивающие, плавные нагрузки, которые позволили хоккеистам вернуться с отдыха и включиться в работу. Отсюда тренировки на свежем воздухе, хоккей с мячом – отличная разновидность для того, чтобы продышаться и немного отойти от привычных рядовых нагрузок. Причем, как показывает практика, подобные тренировки добавляют позитива. Сами ребята всегда охотно приезжают подвигаться на лыжную базу на открытом льду по правилам Бенди. И если втягивающий процесс был разбавлен подобными зимними забавами, то на второй неделе от вылазок за пределы арены не осталось и следа. Рост заболеваемости игроков в лиге заставил клуб работать почти в закрытом режиме. Все хоккеисты прошли тестирование и в преддверии плей-офф в его процессе будут прибегать к подобным процедурам чаще. Безопасность игроков и их здоровье сейчас превыше всего. Тренировочный процесс первой команды и мероприятия всегда закрыты. Особенно сейчас, в ожидании матчи на вылет. Тем более в моменты, когда идет закладка фундамента. Хоккеисты работают по группам. Вместе с основной командой тренировки проводят ближайшие резервисты – игроки Челмета. Лед совмещают с залом, причем тренерский штаб постепенно увеличивает нагрузку, и парни подчас работают в двухразовом режиме ледовых тренировок. В эти дни шло много коньковой подготовки. Акцент был сделан на скоростно-силовые показатели спортсменов. Отработка игровых моментов шайбой в заключительной части занятия и на десерт двухсторонка. Игровые сочетания ввиду отсутствия олимпийцев претерпели значительные изменения. Но это нормальная практика, когда отсутствующего игрока заменяет ближайший резерв. А с учетом того, что травмированных хоккеистов в лазарете клуба нет, отсутствие четырех полевых игроков почти незаметно. Ну что такое тренировочный процесс без игровой практики? Сколь угодно можно накатывать упражнения и вариться в собственном соку, нарабатывая комбинации в противостоянии с хорошо изученными друзьями-товарищами по команде. И в этой связи возникает необходимость товарищеских матчей. Трактор один из последних клубов, кто анонсировал проведение спарринг-встречи. Команда до последнего ждала положительная для себя информация от ТХЛ, именно поэтому не форсировала с датой тверняка. И дождавшись, договорился с Металургом и проведет два поединка. Один дома 20 февраля, один в гостях 25-го. В остальном черно-белый весь подготовительный цикл пройдет в Челябинске. Часть игроков будет делегирована в помощь Челмету, у которого в ближайшие дни решится судьба попадания в плей-офф. Игроки Трактора, защищающие цвета своих национальных сборных, прибудут в расположении клуба 23 февраля, где в их распоряжении будет неделя на восстановление и на то, чтобы вкатиться в игровой режим и подойти во всеоружие к первому раунду матчей на вылет. За время паузы в тренерском штабе Трактора произошли изменения. Хорошо знакомый челябинской публике местный воспитанник Виталий Ичменев пополнил команду. Он станет ассистентом Анвара Гатиатулина и наряду с Алексеем Тертышным и Алексеем Чекалиным будет отвечать за создание игровой модели. Это уже третий приход Виталия Александровича в стан «Черный-белок». В свое время он поработал с Корей Киви и Андреем Николишиным. Правда, тогда были определенного рода шероховатости, не было стабильности в игре, отсюда увольнение Киви и последующее расторжение с Николишиным. И вот сейчас по личному приглашению Анвара Рафаиловича Ичменев присоединился к команде. Пока по контракту до конца текущего сезона. Какими полномочиями будет наделен новый тренер, что входит в его зону ответственности, личные впечатления от возвращения, а также цели и задачи, которые он ставит перед собой. Мы поинтересовались и проанализировали. Виталий Ичменев, воспитанник трактора. В 17 лет дебютировал за фарм клуб «Черный-белок» и после молодежного чемпионата Европы 93-го года отправился за океан, где сначала проявил себя в минорных лигах, став новичком в канадской хоккейной лиге и чемпионом хоккейной лиге «Онтарио» в составе «Нордбей». Спустя год дебютировал в НХЛ, став постоянным партнером звездного нападающего Уэйна Грецки в составе «Лос-Анджелес Кингс». Всего в национальной хоккейной лиге Ичменев провел 8 сезонов за королей и «Нэшвилл», сыграв с 487 матчей и набрал в них 216 очков по системе «Го плюс пас». В 2003 году форвард вернулся в Россию и на протяжении 10 сезонов защищал цвета Хабаровского Амура, Казанского Акбарса, Омского Вангарда, Московского Динамо, Трактора и Тюменского Рубина. Самым выдающимся по части результатов стало его выступление за «Авангард», с которым Ичменев выиграл серебро и бронзу в первенстве страны. В сезоне 2010-2011 годов Виталий выступал за «Трактор» и был капитаном команды. В 2013-м Ичменев принял решение завершить карьеру игрока и стал старшим тренером Тюменского Рубина, выступающего в высшей лиге. После был «Трактор», затем «Салават Юлаев» и сейчас состоялось очередное возвращение Виталия Александровича в стан челябинской команды. Тренерская работа отнимает много сил, моральных и физических. Именно поэтому на протяжении последних полутора лет по его словам он отдыхал от хоккея. Хотя свое принципиальное согласие на то, чтобы работать бок о бок с Амаром Гатертулиным, он дал еще в прошлом году. Ну, это было по таким, по семейным, можно сказать, обстоятельствам. Вынужденная пауза, ну, проходила спокойно полтора года просто. Отдыхал, отдыхал от хоккея. Так смотрел по телевизору, следил, конечно, в интернете, чем был. Ну, отдохнул. Приговоров долго не было, все прошло очень гладко, четко все организовано было со стороны руководства челябинской команды, поэтому счастлив здесь оказаться. Несомненным плюсом Ичменева является его игрокский опыт. Он знает все хоккейные процессы изнутри, прекрасно владеет английским, что по определению добавляет вестов в работе с иностранцами. К нему великолепные отношения у игроков. Многие, в том числе бывшие хоккеисты, поработавшие и поигравшие с Витарием Александровичем, отмечают его открытость и человечность. После прилета в хоккейный город новоспеченным наставником были проведены все необходимые процедуры акклиматизации и адаптации. По словам самого Ичменева, с этим проблем не возникает. А вот насчет функционала и полномочий, которыми его наделили, пока отвечает абстрактно. Вникнуть в процесс и быть максимально полезным по всем фронтам – главная цель. Ну, пока мне надо втянуться, акклиматизаться, понять, что как, потому что время на это есть пока. И там же дальше будем решать, обсуждать тренер-шерстаб. Но так, как было раньше, у нас каждый… Все помогают друг другу, поэтому что четких таких обязательностей, ты только это, это. Все работают над всем, где-то что-то увидел, где-то что-то подсказал. Не обязательно, это только большинство, и так же меньшинство, игра 5 на 5, поэтому общее. Я работал раньше с Руаном Рафаевичем, я знаю его требования, и да, но адаптация тоже нужна, потому что многих ребят в команде я не знаю. Кто-то остался, когда я здесь работал, кого-то так знаю лично, но поэтому все равно надо привыкнуть, познакомиться поближе с ребятами, и влиться в коллектив, так можно сказать. Время на то, чтобы вникнуть в материалы Вичменева предостаточно. Первые пробы «Пират» в качестве наставника, который будет составлять компанию Гатиатулину, Тертышному и Чекалину на тренерском мостике, состоится уже совсем скоро, 20 февраля. И проверка сил будет более чем достойной. Принципиальный соперник – Магнитогорский металлур. Этот матч в воскресенье в 15.00 в прямом эфире покажет наш телеканал. Как видите, работа вовсю кипит. В ближайшее время от теории игроки перейдут к практике, проведут товарищеские матчи, после чего будут готовиться к первому дню весны. Без сомнений, этот день будет очень жарким. Если первая команда системы заблаговременно обеспечила себе участие в матчах на вылет, то фарм и молодежка еще только на пути к этому свершению. Обе команды на протяжении всего сезона балансировали на грани попадания в плей-офф. Этот год для них был непростым. И все решится буквально в последних матчах регулярного чемпионата. Челмет и Белые Медведи. Как дела? Рассказываю. Для фарм-клуба «Трактор» наступает очень ответственная пора. Заключительный выезд регулярного чемпионата, по итогам которого станет понятно, попадет ли челябинские дружины в плей-офф текущего сезона, либо же нет. Для того, чтобы гарантировать себе участие в матчах на вылет, необходимо как минимум одерживать победу. Для того, чтобы не смотреть на конкурентов, на ближайших преследователей и так далее, и обеспечивать себе хоккейную весну. Мы приехали и заключительную тренировку команды перед выездом, для того, чтобы побеседовать и показать вам процесс изнутри. С каким настроем готовятся наши ребята на этот очень ответственный этап, мы сегодня узнали и расскажем вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в сезоне, как вы сказали, были взлеты и падения, были болезни. Играли в три, в два звена. И в этих играх мы проявляли характер. У команды очень хороший характер. Мы эти игры выигрывали, когда играли в три звена, в два. То, что сейчас две игры осталось, мы будем играть на победу. Независимо, на кого попадать, нам без разницы, просто сыграем на победу и все. Вот сейчас эти два матча чисто психологически. Как лично ты их рассматриваешь и как считаешь, готовы ли партнеры по-настоящему выигрываться и заработать отчетки? Да, психологически все готовы. Полный состав. Хорошие звенья, уже звенья в этих все играли и выигрывали. Так что все готовы. Спокойно, очень спокойно все. Окей, ты поиграл и там, и там. Челмет и трактор для тебя, по сути, две большие семьи. Как считаешь, у трактора в первом круге? Ну, нефтехимик ждет. Чего лично ты ждешь такой? Ну, нефтехимик – хорошая, агрессивная команда. Я думаю, что будет очень интересный хоккей. Я этого уже очень жду. Это пловофф, это ради чего ты работаешь. И тут, и там я очень жду это время. Ну, твоя агрессия и напор в хорошем смысле этого слова обязательно поможет уверен и тем, и другим. Желаем удачи. Спасибо большое. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Юрий, ответственный аппарат вступает. Два матча, в которых необходимо, ну, как минимум, побежать в одном. Для того, чтобы гарантируется успех, попадание в плывок. С каким настроением подходите к этим поединкам? Готовили ли планы или все изнутри в процессе? Да, все в порядке. Все идет по плану. То, что запланировали в этот промежуток времени, в принципе, все сработали. Получилось. С хорошим настроением ребята работают. Все по плану. Численное большинство сегодня отрабатывали. Такой контрольный прогон. И видно вот эта схема, согласно которой вы будете решать вопросы в формате 5.4. Вообще. Численное большинство. На чем делаете акцент? Ничего нового здесь нет. Наверное, так и работаем. Да, что на вершине защитник, да, стараемся больше, наверное, агрессии на ворот, а дальше уже довести до ворот. Ну и там ее доработать. Екатеринбург и Курган где будет сложнее по вас? Везде будет сложно. Везде будет сложно. Готовимся к этим двум матчам непосредственно. Ну, будут играть ножа. Спасибо, желаем удачи. Просто рада приветствовать. В этом сезоне произошло твое возвращение в Хакин и город. Сейчас все умеет. И вот в связи с какими у тебя впечатлениями, эмоциями, прежде всего, во-вторых, после того, что скажешь. Ну, хорошие эмоции. Играю дома за любимый клуб, который дал мне путевку в жизнь. Всегда приятно. То есть стараюсь отдаваться в каждом матче. Потому что для меня Челябинск, для меня трактор – это больше, на самом деле, чем хоккей. На самом деле это очень в сердце моем. Ну, что касаемо сезона, то есть сейчас важные игры предстоят. Две игры, нужно брать очки. Потому что скоро плей-офф, то есть нужно попадать, показывать хороший результат. Сезон получился интересным, сложным в связи с разными обстоятельствами. Но ничего, мы потихоньку справляемся. Думаю, все у нас получится плей-офф. Стараюсь приносить пользу во всем и в раздевалке, и на льду. Поэтому все, что от меня требуется, я стараюсь сделать. Но двери первой команды еще не закрыты. А там «Нефтехимик». Что можно сказать об этом? Ну, тоже хороший соперник «Нефтехимик». Всегда с ними сложные матчи, особенно у них гома. Поэтому нужно выкладываться. По-моему, в 2017 году мы проходили «Нефтехимик», потом вышли на УФУ. Хороший будет старт, хорошая команда, если их пройти, дальше пойдет легче для трактора. Тренировочный процесс протекает не только на ледовой площадке, но и также в зале. Там закладывается основной фундамент физической подготовки. И именно на этом багаже игроки демонстрируют свой лучший хоккей, не только в регулярке, но и в флоре. Сейчас мы пообщаемся с тренером по физической подготовке Челмета и узнаем в подробностях деталях о физической форме наших парней. Как известно, основа закладывается здесь, в зале. Физические кондиции, работа микроциклов, прыжковая работа, растяжки, в том числе и заминка. Как сейчас себя чувствует команда? В каком физическом состоянии подходит нам к этой решающей части регулярного чемпионата? Ну, команда чувствует себя прекрасно. Это видно по нашим результатам. В концовку чемпионата нам удалось подойти в боевой форме. Даже, наверное, в лучшей форме сезона. Ну, готовимся. У нас задача одна – набрать очки, попасть в плей-офф. Я думаю, мы ее решим. В целом, вот этот неспокойный сезон, который идет под грифом пандемии, к сожалению, для всех нас, как-то накладывает дополнительный отпечаток на общую подготовку? То есть есть ли проблемы и сложности с тем, когда чьи игрок вбывает, после его восстановления, реабилитация, как я понимаю, занимает дополнительное время? Да, конечно, это большая проблема от последних два сезона. Это заболеваемость коронавирусом. Ну, все игроки по-разному. Кто-то у нас уходит через 3-4 дня, они уже себя чувствуют очень хорошо. А есть игроки, которые в течение месяца восстанавливаются. Конечно, это большая проблема для нас, особенно если это основной игрок. Ну, стараемся вместе с тренерским штабом, с медицинским персоналом, стараемся максимально быстро вводить их в нужную кондицию, чтобы они приносили пользу команде. Да, мы сделали акцент немножко объема, добавили вот именно в течение января. Чуть-чуть добавили тренировочного объема в январе. Сейчас у нас была неделя, мы очень плодотворно поработали. У нас неделя паузы была и очень плодотворно поработали. И я считаю, что у нас все получилось, мы все выполнили. Но осталось дело за малым, показать результат на льду. Егор, ну, прежде всего, поздравляем тебя с дебютом. Дебютировать за национальную сборную Беларуси – это в том числе дорогого стоит. Ты до этого играл за Ю-20, и сейчас был вызван полноценно за основную сборную Беларуси. Отлично вообще все было. Но играли вы против другой команды Челябинской области, Магнитогорской металлургии. И как оценишь уровень Столиваров, вот эти два контрольных матча, как прошли они? Как оценишь подготовку к плей-оффу потенциальных соперников, в том числе трактора? Слушайте, да, они как бы очень рады, что появился такой шанс против них сыграть, почувствовать вообще этот уровень КХЛ. Вот, то есть, очень техническая команда, то есть, очень боевая, то есть, так сказать, не давали нам спуску нигде, не просить, ну, места свободного не давали. Вот, то есть, ну, хороший уровень, я считаю, вот. Сейчас все команды готовятся, там у них все мини-сборы тоже, считай. Вот, ну, хороший уровень, надо готовиться, все. Ты только что прилетел, тебе сейчас дали отдохнуть от основной тренировки команды, и впереди выезд Екатеринбург и Курган. Вот лично для тебя, вот эта концовка напряженная, понятно, для того, чтобы до игры себя обеспечить часть этой клубы, надо набирать очки. Как считаешь, команда способна держать эти победы и гарантировать свои участки матчей клубы? Ну, конечно, надо будет сыграть строго, выполнить тренерскую установку. Вот, я считаю, что у нас очень хорошая команда, тренерский штаб, весь персонал, и я считаю, что мы должны проходить и в пловофф, и пошуметь тоже там. Вратарь полкоманды, в преддверии предстоящих матчей, очень ответственных, как психологически себя ощущаешь, во-первых, во-вторых, где промежуточные итоги текущего сезона, что получилось, что ли? Да, в целом все хорошо, сейчас работаем, вот после домашней серии, готовимся к призной, завтра уже играем с Горняком. В целом сезон провели неплохо, но начало чемпионата, скажем так, немножко не удалось, там проиграли серию, там, по-моему, семи игр, немножко у нас в психологическом, наверное, плане все немножко нестабильно было. Сейчас вышли на хороший уровень, хорошая серия, побед, скажем так, не считая Тольятти в домашней серии. Подходим полноценно к пловоффу, будем стараться как можно выше забираться, сейчас таблиться, последние две игры выигрывать и готовиться уже непосредственно к пловоффу. Ну а вам все пожелаем удачи, в этих двух предстоящих манчиках обязательно брать свое, одерживать победу для того, чтобы уже не обращать внимания на какие команды, попадать в пловофф, на кого, как я понимаю, разницы особой нет, а там уже Фулите делает свое. Или же есть вот такая разница? Все же хотелось не 16-го места выйти, скажем так, не ехать в Канты-Мансийск, а все же на Питер попасть, если они останутся на втором месте. Было бы немножко поприятнее, скажем так. Спасибо, желаем удачи. Спасибо большое. Первая остановка Челмета – Екатеринбург, вторая – Курган. По итогам этих двух матчей станет понятно, вернется ли хоккей сюда, в Старый Добрый Дворец Порта Юность. Хоккейная весна зависит целиком и полностью от этих парней. Необходимо побеждать и возвращать хоккей в хоккейный город. Впереди у трактора еще несколько микроциклов подготовки, тренировки, товарищеские игры и непосредственно подводка к матчам плей-офф. Сейчас важно не только наработать кондиции, но и сохранить здоровье спортсменов, а также поддерживать все вышеуказанное на протяжении самой ответственной и ожидаемой части сезона. В преддверии хоккейной весны переключаемся в особый режим, настает время небритых лиц. Долго ли коротко продлиться эта пора, зависит от наших парней. А мы надеемся и верим, что как можно дольше. Еще больше актуальной и эксклюзивной информации в наших соцсетях. Присоединяйтесь, ведь вместе мы делаем лучшие хоккейные шоу в лучшем хоккейном городе. Меня зовут Константин Истианцев, всем удачи, большой привет, любить хоккей. Продолжение следует...